Как уральский производитель медоборудования конкурирует со всем миром 89 производства Как уральский производитель медоборудования конкурирует со всем миром В Екатеринбурге на предприятии Triton Electronics Уже 30 лет производят медицинское оборудование для анестезиологов и реаниматологов С 2007 года технику поставляют в больницы по всему миру от Урала до Коста-Рики Сегодня в портфеле производителя контракты и поставки в 30 стран DK.ru Побывал на одном из крупнейших российских производств жизнеобеспечивающей техники и узнал Как уральская компания вышла на экспорт Зачем оборудование на заводе трясут, нагревают и замораживают И какой аппарат для европейских клиник производят только в Екатеринбурге Дышите не дышите Специализация предприятия, рассказывает Антон Юзифович, директор департамента внешнеэкономической деятельности ООО Triton Electronics Оборудование для отделения интенсивной терапии, анестезиологии и реанимации В России компания наиболее известна как производитель мониторов пациента, которые отслеживают состояние больного, и аппаратов искусственной вентиляции легких, ИВЛ Сейчас Triton занимает порядка 20% российского рынка среди производителей такой медтехники Производственная площадка около 4000 КВ М Здесь мы разрабатываем и производим только высокотехнологичные вещи, которые являются интеллектуальной составляющей приборов Осуществляем финальную сборку и проверку качества Все остальное заказываем на других предприятиях К примеру, пластиковые и металлические детали Проводят экскурсию по производству Антон Юзифович Порядка 75% произведенных приборов остается на российском рынке, остальное уходит на экспорт Основными конкурентами в компании считают зарубежных производителей, Германия, Швейцария и Америка Порядка пяти заводов с аналогичной продукцией есть в России, в том числе и в Екатеринбурге и Москве Работа начинается в конструкторском бюро Думаю, оно у нас одно из самых больших на Урале по медицинской технике 50 человек Это инженеры-разработчики, проектировщики, электронщики, которые создают программную прошивку сердца приборов, дизайн, корпус, рассказывает Антон Юзифович Всего на предприятии работает 150 человек Каждый прибор состоит из электронных компонентов и печатных плат Здесь мы их производим Сейчас идет монтаж печатных плат Сначала автоматическая монтажная машина сама расставляет электронные компоненты на плате Затем подключаются люди и вручную допаивают необходимые элементы Потом плата поступает в печь, где компоненты закрепляются В готовые платы загружается и настраивается софт Затем они поступают в сборочный цех, вставляются в корпуса приборов, монитор пациента, аппарат искусственной вентиляции легких и так далее Рассказывают на производстве Ручной монтаж очень деликатная и точная работа Поэтому во всех производствах лучшие монтажники это женщины Замечает Антон Юзифович Уровень автоматизации Высокий сотни плат в месяц Собирают 4 монтажника Я работаю 15 лет Смотрю качество паек Уровень хороший Говорит контролер Сборка только ручная Такое оборудование Говорят на заводе На конвейере не собирают Это один из главных инструментов анестезиолога-реаниматолога аппарат объемной вентиляции и аппарат высокочастотной вентиляции легких Приборы замещают функцию дыхания у человека Один используется для пациентов с травмами Второй для тех, кто находится на искусственной вентиляции легких Здесь есть имитатор легкого детского и взрослого Это сердце аппарата ИВЛ Генератор потока Привод то, что создает потоки дыхательные движения Когда человек не может дышать сам Собранные аппараты отправляют на проверку Сначала двое суток греют и охлаждают в климатической камере Проверяют, как они ведут себя в разных климатических условиях И записывают все показания Затем трясут на вибростенде, чтобы проверить качество пайки После контроля всех физических свойств проверяют функциональные характеристики Аппараты поступают на испытания Технологии испытаний – это наши собственные разработки Мы доказывали в раздревнодзоре, что они позволяют эффективно проверить технику Для каждого прибора своя технология К примеру, по монитору пациента мы должны проверить свыше 40 параметров Сейчас имитируется вдох-выдох человека Тестируется канал капнографии Который используется для измерения концентрации диоксида углерода в вентилируемом газе Это важно для пациентов, находящихся на искусственной вентиляции легких Поясняет Антон Юзефович Мало того, что мы проверяем каждый аппарат, мы проверяем еще и каждый компонент Испытание каждого прибора занимает порядка трех суток Если произошел какой-то отказ на испытаниях, оборудование возвращается в цех Разбирается, чтобы выяснить причину Это не брак, а возврат на этапе проверки Его доля не больше 4%, поясняет Антон Юзефович Ресурс работы всего оборудования закладывается на период до 10 лет Но до сих пор в Свердловской области работают самые первые аппараты Созданные еще в 1989 году Курс на экспорт В 2017 году Компания вышла на экспорт и сегодня поставляет продукцию в 30 стран мира Основные потребители Индонезия, Индия, Шри-Ланка, Вьетнам, Бангладеш В 2019 году Появился ряд новых стран Заключен контракт с Перу Планируются поставки в Коста-Рику, Египет, страны Северной Африки, Ближнего Востока Иностранцы, говорит Антон Юзефович Чаще всего заказывают аппараты и в наиболее востребованы они в Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии Хит европейских продаж Монитор глубины анестезии Он позволяет отслеживать глубину погружения пациента в наркоз Электроды крепятся на лоб, затем в процентах показывается глубина наркоза К примеру, 50% это уже хирургическая стадия, можно оперировать, рассказывает Антон Юзефович Самое главное алгоритм оценки Чтобы прибор понял, насколько глубоко человек находится под действием анестезии, нужно провести сумасшедшее количество клинических исследований и испытаний Понять, как интерпретировать энцефалограмму Это большой интеллектуальный труд И это запатентованные вещи, которые мало кто может делать В мире такой аппарат производят всего три компании в США, Испании и мы единственные в России Выход на рынок любой страны занимает 1,5-2 года В каждой стране оборудование нужно зарегистрировать, пройти через всю адовую машину бюрократии Минздраву конкретной страны надо доказать, что оборудование качественно, безопасно и надежно Получить сертификат, на поддержание только сертификата ЕС мы ежегодно тратим порядка 20 тысяч евро Оплачивая приезд к нам на аудит специалистов из Германии Наша тактика такова, что в каждой стране, где мы присутствуем, должен быть дистрибьютор или сервисный центр, чтобы оборудование не оказалось брошено Самый действенный инструмент продвижения при работе на экспорт выставки Каждый год мы анализируем новые клинические методики, под них нужно новое железо К примеру, врач придумал, что можно анализировать уровень глюкозы Взяв пробу крови разработчики придумали глюкометр Врач придумал, что можно узнать уровень насыщения крови кислородом через датчик Разработчики придумали пульсометр Примерно 10% наших сотрудников имеют медицинское образование Более того, у нас в штате есть анестезиологи, реаниматологи Они учат эффективно использовать наши приборы потребителей в других странах Заключает Антон Юзефович